1, 2, 3, 4, 5, добрый вечер, еще раз привет! Можешь первое аплодисменты! В шоу Well Done стендап-комики проверяют самооценку известных людей, жестко про них шутят и прожаривают по полу. Гости, которые согласились прийти к нам в шоу, уже достойны уважения, но именно уважения к нашим шоу они не получат. И это я тебе не прочувствую. Да, уже что-то пизды. Все, давайте поаплодируем и будем звать наших гостей всех. Популярнейший, мега-известный тиктокер и рэпер Мили Мали Мо. Обещая штука на повторе, Прозубы как будто в приборе, Рядом все излипкие, мокрые чакнолись, Да, убивают, как они в сборе. Сооснователь рэп-лейбла премиум стаб Вадим Ман-Ваджо. Человек, который в отличие от них занимается музыкой, Диджей Пятишка. Так, у нас комики, которые сегодня выступают. Александр Пхуло. Тарас Касымбаро. Спасибо, Ильнар Пхуло. Зьор Лишанов. Ты готов? Абсолютно. Все, Александр Пхуло, поехали. Всем привет, народ. Давайте парим еще раз. Это Мили Мали Мо. Премиум стаб. И диджей Пятишка. Что я, блядь, здесь делаю вообще? Вадим или Мэд Вэт в анкете написал «Имею студию в центре города и в хуй не дую». Да, слышали уже? Также продюсирует артиста Нари, который тоже в хуй не дует. Это тоже мы уже ознакомились. Мили Мали Мо написал «Тоже хочу, как Вадим и Нари, в хуй не дуть». Нет ощущения, что где-то в Ташкенте сейчас есть человек с надутым хуем, который очень сильно скучает по Вадиму и Нари, но держится на непопулярности Мили Мали Мо. Итак, премиум стаб устраивают концерты, где демонстрируют свое творчество. На концерты никто не приходит, но ребята не сдаются, поддерживают друг друга. Премиум стаб устраивают оргии, но на них никто не приходит, то ребята не сдаются и поддерживают друг друга. Приглашаем тебя, Саня! Хуй вам, блин, сами там чпокайтесь, дуйте в хуй друг другу. Дуделки. Однажды Шакир уткнулся лбом в телефон и уснул на инстаграме Гусейна Гасанова, где периодически всплывала реклама Аллот Самсы. Результат налицо, как видите. Кислый, пресный Мили Мали Мо. Саша, мы тебя любим. Все, пиздец. Потеряли рэпера, блядь. Там девочку найти. Мама мыла Мили Мали Мо. Смотрите, Мири Мари Мо рэпер. Мили Мали Мо лэпил. Бля, расшифнуй, пожалуйста. Это я для себя писал. Я имею ваше внимание. Смотрите, Канни Вест занялся рэпом, разбогател, ёбнулся, начал называть себя черным Иисусом. Мили Мали Мо ёбнулся, занялся рэпом, еще раз ёбнулся, обеднел, покушал, решил, что ёбнулся, записал трек, поплакал, и это только сегодня. Так, ну и на сладенькое диджей-пятишко. Бурные аплодисменты. Тролль с лицом педофила, да? От педофила только лицо. Что? Что? Кстати, если вы хотите пригласить диджей-пятишку себе на мероприятие, но расстраиваетесь, то, что у вас не хватит денег, можете не отчаиваться, потому что с диджей-пятишкой всегда можно договориться за три баночки варенья. Пятишка ничего не дарит своим детям, ведь он же лучше собаки. Однажды диджей-пятишка побаловался плюшками, после чего пожаловался врачу на аритмию. Врач прописал ему спокойствие. Только спокойствие. Пятишки на день рождения подарили айфон с цифрой 13 на коробке. Он сильно расстроился. Ведь лучше 13 айфонов с цифрой 1 на коробке. Лучший вокальный сэмпл для трека Пятишка записал, когда у него выходил камень из почки. Ведь он мужчина в самом рассвете сил. Так, ну и 2022 год. Все фанаты Пятишки ждут, когда он улетит, но пообещают вернуться. Все, у меня все. Всем спасибо. Очень сложно на вас писать, честно. Очень сложно. Я учеблел, но у меня позвали. Ну, было тяжело ребятам шутить, жарить меня, но было интересно. Спасибо им за хороший настрой. Ну, а может быть, получилось у Тараса Казымбарова. Поаплодируем. Вот этот получил. Здрасте. Здрасте. Замечательные гости сегодняшние. Давайте им поаплодируем. Чуваки просто классные. Вот они. Три всадника апокалипсиса. Жадность, глупость и глупость. Пятишка. Али Пятишка известен тем, что он муж популярного блогера и ходит с Луки, что когда-то был диджеем. Но, честно, я вам очень благодарен, потому что я смотрю на ваше творчество и думаю, ну вот, молодец, значит, можно в 34 еще не сдаваться. А вот в 35 уже пиздец, уже пора. Прическа Пятишки это официальная прическа кризиса среднего возраста. Вообще, когда я прочитал слово Пятишка, я понял, что неймбрендингом у нас занимается только один человек. Послушайте, вот смотрите, Пятишка, конишка, люлишка. Вот самые популярные у нас люди. Когда Пятишка входит в Пайтахт, там на очко садятся все продавцы, думают, что это тот самый индус, который носки спиздит. Пятишка диджей с 95-го года. Когда он начал быть диджеем, он сразу вызвал сатану. Вот он, блядь, двух экземпляров. Ну что ж, теперь перейдем к тем, кого не жалко. Хэппи хэппи. Хэппи хэппи, премиум стафф. Имена вот эти. Мэдвэд, мили-мали-мо. Вам кто их придумал? Сука, инсульт, блядь. Мэдвэд, мэдвэд. Блядь, а что за креатив? Сука, Вадик, ебаный в рот. А где ваш Нукусский гангстер? Там сказали будет «Ты здесь, бро? Нукусский гангстер». Они неправильно вообще написали «Ты девять испортил». Правильно же написать не Нукусский гангстер, а Гангстербайтер. Так же было, нет? У меня для тебя волчья цитата есть. Не важно, откуда ты приехал. Важно, когда ты съебешься на фабраде. Тупак погиб в 25, мили-мали-мо в 25 попробовал киви. Мэдвэд. Я считаю, тоже это сокращение, полное его имя. Это Джан-Клод Мэдвэд. Потому что он в охуительной форме. Он прямо сейчас может между двумя табулетками сесть на бутылку. Ого, сука. Это не прощу. Да и похуй. Невелика, блядь, потеря. У Мэдвэда будет секс втроем, только если ему на голову однажды мухи потрахаться сядут. И это я тебе не прощу. Да, уже вообще до пизды. Ты же помнишь, мне до двух. Мне кажется, Мэдвэд это такой чувак, который в подъезде пишет G-Unit. Ну это, сука, единственный чувак, который G-Unit пишет через... Эй, сука, G-Unit. Все, всем спасибо, пока. Диор, Нишанов, поаплодируем. Камон, никуда не приходите, хуйня полная. Сегодня нас суперлюди позвали в гости и было очень круто. Оселя и Диор просто разъебали. Прям, жестко. Привет всем. Привет, привет. Как дела? Как слышно? Нормально? Да. Впервые здесь выступаю. Давайте поаплодируем участникам всем. Очень интересные личности, да? Посмотрите вот на этих людей, да? Согласитесь, кого-то вру ВД, блядь, просто люди. Барыга и двое однокурсников, которые решили накуриться в тюбетейках, да? Просто это... Нормально будет, брат, нормально. И пизда. Он шарфиком их убьет, блядь, потом... Да, отличные ребята. Давайте поаплодируем Александру По, где он? Вот он, да. Ты просто зеленый, сливаешься с хуйней всякой. Согласитесь, посмотрите все внимательно на Александра По. Согласитесь? Это викинг, у которого не получилось, блядь. Просто в какой-то... Да в пизду, бля. Буду есть сосиски, рыгать и смеяться с этого, блядь. Мало кто знает. Поаплодируйте, кто видел Сашу в рекламах Стрит 7.7. Да, он долго там работал, пока руководство не поняли, что, бля, мы сами можем себя объедать, в принципе. На хуй нам нужен, бля, вообще. Саша очень любит книги, да, я ему задолжал одну. У него все связано с книгами. У него даже девиз по жизни связан с книгами. Звучит он следующим образом. Жопа как книга. Доверишь не тому, порвут. Да. Так. Ему надо платить больше. Кто еще? Да, Тарас. Давайте поаплодируемся Тарасу. Вообще, Тарас похож на человека, знаете, которого можно увидеть в 7 утра на остановке на Чорсу, блядь. Блин. Да? Есть такое? С вот этим уебищным белым вязаным пакетиком, бля, да? Откуда куриные лапки торчат, блядь. Ты его же спрашиваешь, мужик, ты куда? А он просто кивает в ответ, блядь. Ну, ебнулся. Мы давно занимаемся стендапом очень с Тарасом, да? И его стиль эволюционирует с каждым годом, да? В начале карьеры Тарас надевал там рубашку, потом джинсы, потом туфли, потом очки, блядь. Сейчас у него все вместе, блядь. Посмотрите, толстовка с очками, блядь. Штаны и, блядь, кроссовки. Да? Мне кажется, если он наденет шапку, он как в Тетрис исчезнет нахуй просто. У Тараса огромные соски, блядь. Это чистая правда, блядь. Я ее увидел как-то без майки, блядь. Серьезно, это... Огромные, нахуй. Мне кажется, если он когда-то захочет сделать пирсинг, ему не обычные вот эти кольца вставят, а вот эти, из спортивной гимнастики, блядь, знаете, на которых висят, блядь. Дагая будет, куйня. Посмотрите на Тараса. Ну, согласитесь, по нему скажут, что он умеет паять, блядь. Ну, человек... Знаете, вот это... Приходишь к нему на хату, там такой, сука, спертый воздух еще, знаете, и запах такой пота в перемешку с подгоревшей электроникой, блядь. С кухни доносится наваристый борщ, блядь, вот этого чувака. Он сегодня помылся, не переживайте. В дни выступления он моется, блядь, чтобы люди не ушли, да, до того, как услышат его шутки, блядь. Ну и давайте, наконец-то, поаплодируем нашим гостям. Виновники торжества. Очень сложно было писать на людей, которых никогда не знал, да, но они нас никогда не знали, поэтому не доебешься особо тут. Концепт, концепт, вспомню, да. А диджей Петишка, отличный диджей, да, еще карьера продолжается ведь, правильно? Серьезно, диджей Али, если я не ошибаюсь, Али занимается этим с 95-го года, понимаете, блядь. Год, когда я родился, бля, понимаете. Для меня он как Путин, бля, понимаете. До сих пор есть, бля, серьезно. Такая опасная, да, шутка. Диджей Петишка, да, посмотрите на него. Это же, ну, явно не диджей, если так не знать, что он диджей, судить по внешности. Это же шашлычник просто. Представьте его в медицинском халате с засученными рукавами и с картонкой в руках. Соба Ракел, блядь. Которую на районе себя знают, которые делают охуенный шашлык. Если чуть-чуть подкинуть, он шашлык ебанет в лепешку, бля, вот это вот. Добрый мужичок, бля, да, это... Помните клуб Катакомба, да? Помните, она закрылась? Мало кто знает, это потому, что Петишка встал там за пульт, бля, в какой-то момент, да. Кто, у кого андроид, тот не поймет, о чем я. У него еще инстаграм есть. Кто знает, что у него есть инстаграм? Кто следил? Есть такие люди? Да, там, так как он завел его очень поздно, то многие видео начинаются с фразы, ой, бля, это видео, что ли? Есть такие люди, кто знают диджейские термины, что такое реверб или дилей? Кто знает, что такое дилей, поаплодируйте. Отлично, для вас шутка тогда. Диджей Петишка очень любит переусердствовать с дилеем зачастую, да, настолько, что дилей уже перебрался в его жизнь, да. Как-то он занимался сексом, но кончил в такси по пути домой, блядь. Хотя таксист просил его не дрочить. На этом, наверное, все. Спасибо большое, вы отличная публика. Спасибо. Очень бурно встретим Осири Даятова. Самое интересное, я думал, будет в начале, и как обычно там по чуть-чуть будет размываться. Но в итоге все пришло к тому, что наоборот, под конец девушка вот эта вот просто вышла и сделала так, что я забыл все, что было дома. Здравствуйте. Даниэл. У Даниэла в био написано «сломал комедию». Так почини и шути нормально. Диор занимается сексом только в машине, когда его туда затаскивают. Пять лет назад Тараса хотели избить за его шутки. Тогда он сказал «Господи, пусть все обойдется, я больше никогда не буду шутить». Тогда все обошлось, и Тарас держит свое слово. Александр поломает кровать, поэтому занимается сексом только в машине, когда затаскивают туда Диора. Вадим. Если у жены Вадима спросить, кто ваш любимый рэпер, она ответит «Так очевидно же, баста». Это так. Это так. Когда Вадим ссорится с женой, он ставит свои песни дома на всю громкость, чтобы она его ненавидела еще больше. Если вы скрываетесь и хотите залечь на дно, возьмите Вадима как продюсера. Вадим продюсирует артиста Нари, который не знает, что такое продюсеры, поэтому нанял Вадима. Вадим и Нари хотят купить черный пистолет. Надеюсь, они хотят устроить дуэль. Дочки, его самые преданные фанаты, потому что только они его и знают. И то не по своей воле. Вадим однажды сотворил чудо, он давал благотворительный концерт в доме инвалидов, но все инвалиды встали с колясок и ушли. Вадим мечтает купить черную машину, Шакир мечтает купить Матис. Может, купите черный Матис и уедете нахрен? Шакир. Поехали, братан. Шакир меньше известен как Мили Малимо, потому что... Потому что как Шакир, его хотя бы знают родители. Если Мили Малимо будет покидать премиум став, он будет выплачивать, чтобы у него забрали его имя. Бля, неправда. Шакир единственный человек, который буквально принял в фразу «хуй, не дуть» и расстроился. Шакир согласился быть ведущим подкаста, потому что Вадим разрешил ему ночевать в студии, а не в «Жигули». Когда Шакир хочет расстаться с девушкой, он пишет ей песню о любви. Шакир похож на человека, у которого в метро по-любому попросят показать сумку. Шакир тот рэпер, который меняет ударение в конце, чтобы была рифма. Шакир рэпер, его самые известные треки «Сардор Вайт Би». «Сардор» больше известен как «Блядь, опять ты». «Сардор» снукуса, поэтому, когда переехал в Ташкент, по привычке полгода не купался, но потом настала осень, дожди, все встало на свои места. Я даже не знаю, что хуже, верить в ташкентских рэперов или в энергию вокруг себя. «Сардор» променял пустыню на рэперов, потому что в текстах рэперов больше воды. Вадим с радостью начал работать с «Вайт Би», но потом расстроился, когда узнал, что «Вайт не Би». У «Сардора» есть строгое правило не брать чужие биты, но, как говорит «Сардор», правила нужны для того, чтобы их нарушать. Пятишка. Напоследок оставила пятишку, но очень переживала, что он не доживет до этого момента. Интересный факт. Если возраст пятишки разделить на три, то выйдет 1987. Пятишка звучит как что-то такое, что у каждого мальчика в СССР в кармане лежало. Диджей Ачилл и диджей Пятишка. А кто из вас первый убил мамонта? С его творчеством я познакомилась, когда была на одной из лучших вечеринок в своей жизни, а потом пришел Пятишка. На одном из интервью он сказал свою любимую цитату «Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой, поэтому он никому не ставит свои песни». Шакир мечтает купить Матисс, Вадим мечтает купить черный пистолет, Пятишка мечтает купить эликсир от старости. У меня все, спасибо. Поаплодируйте Айсель еще раз, поаплодируйте. Айсель очень креативный человек, очень креативный, очень талантливый. Она решила сделать подарок своему парню на 14 февраля и сделала ебало попроще. Посмотрите на Мили Малимо, и вот мне кажется, что никто из нас не удивится, если он сейчас достанет Айкос, откроет его, высыпет на сварь и закинется. Ну все тогда что? Раунд. Раунд, блядь. Спасибо большое, очень круто. Просто это был разрыв, неожиданный абсолютно.